ребята всем привет мы сегодня катаемся в никуда просто так потому что выдалось свободное время будний день вот значит буквально дней 10 назад была метель и сугробы а сейчас вы видите что творится сейчас в принципе сам настоящий осень правда мы сегодня выбрались проверить новый трейл кросс-контрейный ну наверное минимум писал один человек он нас в той стороне противоположный когда снимаем будем проверять правда это или нет мы обещали передать приветы нашим подписчикам но они попросили и у нас из-за технических проблем с обзором велосипедов никак не получалось потому что он должен был выйти уже давно назад где-то в начале ноября ну вот передаем приветы нашим любимым и самым счастливым подписчикам шлим потому что мой привет передаем данилу схинели привет влад скрипка привет братишка даня горбяк тебе тоже привет макс из кыргызстана тоже здравствуй надеюсь вы нас смотрите артем бакреев и кирилл гриднев гриднев или гриднев напишешь ну вот видите ребят какие дела лужа лед снега нету и она не тает и она отвратительно отвратительно скользкая пацаны не удивляйтесь что видео мало видео мало на канале потому что раз это сезон сезон все-таки кончился и раза положение выйдешь потому что погода иногда может быть не так может быть какой-то дикий ветер из-за которого тоже не будет слышно моя речь на видео я уже где-то месяца два планирую снять обзор на велосипед но сначала несколько недели у меня не получалось найти инструмент нужный потом я его нашел но он оказался не до конца укомплектованным потому что я не могу до конца разобрать барабан кассеты то есть орех можете загуглить мне нужен съемник чтобы открутить верхнюю чашку барабана там два шлица на ключе будут на головке и бита m12 нужно можете загуглить что такое бита м12 я ходил по автомобильным магазинам на меня так смотрели ты что дурачок у нас такого нет иди отсюда они не предлагали торгсы но они маленькие и не подойдет потому что там 12 шлицов на том болте который держит барабан на втулке а на торгсе 6 но и такая хрень выходит также погода не позволяет снять нормально потому что я не думаю что так туда точнее я не хочу снимать что-либо при вот такой погоде ветер тусклые цвета он листва все уже блеклые да ну нам обещали снег на выходные так что посмотрим что из этого получится по технической части мне получилось разобрать только вытащить каретку с кареткой там отдельные разговор у нас будет ну просто такая неожиданная вещь приключилась до комок снега видите снег не тает блин получилось снять кассету а до внутренности барабана я не смог добраться кассета я снял кассета грязные все там ничего интересного нет подшипники все остались внутри барабанной вот ребята эта дичь происходит ну вот такая дичь я уже 2 батарейку вставил изначально батарейка была у нас полностью заряженная показывал три деления на камере потом за несколько минут буквально вот за две минуты она показала одно деление потом вовсе выключилась мы потерли потерли в руках и она показала нам три сраных палки потом мы начинаем снимать мне говорит некий у себя одна палка осталось игру но палка одна кинем ее короче и она выключается блять че за хрень и сейчас тоже самое я после этого случая взял батарейку засунул себе внутренний карман но чтобы нагреть она показывает три палки не проходит 20 секунд она выключается пришлось новую вставить ну и хрень вот это наша дорога мы по ней едем до этого трейла не знаешь что такое ну вот я рассказывал про инструмент нужно специальный ключ он похож на знаете съемник для фривила тоже в гугле видите съемник хривила вот что-то типа этой хрени там только съемки есть с четырьмя шлицами а нам нужно с двумя а так пока снимать то больно то уж и нечего офигеть потому что погода такая мерзкая пыль но в лесу все-таки да получше чем в городе потому что в городе вообще дичь творится вся грязь наружу вылезла из-под снега не интересно вообще ну и не красиво мы считаем санитарные зоны в лесу мы должны проехать их 10 штук чтобы свернуть потом на трейлы тут дорога через весь лес и вдоль нее санитарные зоны не знаю может там водокачки какие-то или что другое но мы должны проехать их ровно 10 штук и свернуть налево 5 до 5 вот нам еще 5 осталось проехать после еще пяти зон вот 5 у нас будет поворот я кстати помню этот поворот на карте направо да у нас как-то один эпизод был летом жара плюс 35 наверное было не меньше тут еще знаете это не заморожено ничего грунт не заморожен он рыхлый досыпется он нас тормозит и у вас колесо проваливается буквально по покрышку мы в такой дичи ехали мы снимали селфи палки себя и конце концов мы сдались и пошли пешком потому что было нереально сейчас хорошо почва подморожена она такая твердая и можно ехать а тогда было слоненько спасибо ребятам которые подписываются на нас лайкают смотрят комментируют вступает в группу комментарии пишут ко мне в друзья добавляется спасибо пацаны вот кулачок можете потрогать мы сняли кассеты промыли их в бензине то есть видите да все чистенько нож конечно в песке вот песок я разбрал втвуку здесь поменял смазку каретку меня неразборная смазкой там поменять не смог я просто все очистил мы не знаем куда сворачивать вроде бы лес такой-то небольшой тем более он сгорел но в нем очень много дорог и если в не на них кататься один раз в год там летом несколько раз выходе нихрена не получается ориентироваться в десятом году у нас была аномальная жара и весь лес просто сгорел не только вот в центре города еще и по краям это такая хрень была по всему городу сгоревшие хвойные иголки летали листья дубовые ребят мы короче проехали 10 санитарных зон и что-то я не вижу поворота прям такого откровенного поворота налево и как бы дорогу давай час на горочку то поднимемся посмотрим карту вот мы едем 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 вот по моему этот поворот вот он следующий поворот будет наш потом дальше для пацаны на этих картах этого не видно были пришли к тому выводу что нас напугал полицай на на приоре он короче мимо нас пронесся и напугал нас вот мы решили на том что нам нужно будет повернуть налево и там дальше мы посмотрим что будет может быть там ничего не будет а может что не будет мы в любом случае повернем вот поворот который нам нужен ну наверное а мы тут были мы тут пешком поднимались смотрите здесь мотоциклисты ездили как жалко вот мы свернули направо тогда поднялись на горочку здесь такой хороший набор опять было совещание мы решили что нам нужно будет сейчас прыгнуть направо у нас там будут несколько санитарных зон опять и на последний нам надо будет свернуть налево как думаешь найдем нет они были по левой стороне значит все правильно вот значит я все правильно понял и нам надо будет сейчас вот 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 такая интересная тропинка да мне кажется летом на еще круче будет ну или от жары не очень ух ты здесь бы на мотоциклах да такие перепады высот горки крутые прям жить хочется так подъемчик вот дорога налево уходит а спуск ух ты вот это круто вот такая атмосфер некая тропинка узкая это там огромный такой подъем ешь матреш я не знал что у нас в лесу есть такие огромные перепады высот вот смотрите тропинка что-то похожее ребят смотрите сейчас горизонтально смотри охренеть мы не знали что у нас в лесу есть прям такие от наборы высоты такие спуски такие горки смотрите здесь реально здесь только на мотоциклах или квадроциклах и велосипедах подниматься или спускаться ну что-то узенькая но очень круто так вот мы поднимаемся охренеть охренеть негид охренеть знаете что было бы круто если бы у нас был автоматический подъем наверх то есть спустил своим ходом поднялся не своим вот это круто там турнички и он смотрите это признаки трейла смотрите здесь велосипедисты ездили а куда он здесь уходит это нужно прямо вот нам его изучить знаете чтобы каждый поворот знать стрекормушка неких но блин место офигительное вот на мотоциклах сюда приехать у кого бы еще офигительные я не знаю где здесь стрела смотри тут все истоптано мне кажется ты знаешь что надо прям приезжать искать только что сдолбаешься ездить конечно вот короче мы разобрались что где у нас есть скриншот трейла вот эта дорога прямая вот она идет это вот эта дорога которая у нас проходит но по которой мы поднимались который спуск большой вот она идет по идее вот это вот длина спуска здесь спуск идет потом она уходит налево здесь делается крюк здесь подъем в гору потом опять также потом они выезжают на эту же дорогу на главную которая сзади нас потом уходит она ниже по высоте потом опять набор и здесь зигзаги пошли я не знаю мы посмотрим вот это наверное да ну посмотрим что здесь уже заросло но не заросло ну и спустим все по распутин по спуску если сил хватит так мы поехали по какой-то странной тропинке я не знаю что это такое как это называть но эта тропинка здесь вот есть вот такие вот бревна такие бревна которые я задеваю звездами некат мне кажется такая дресня. Ну вот видите, ребят, здесь особенно после того, как снег полежал, он все умял и... Офигеть, стекло. Вообще непонятно куда ехать. Вроде тропинка. А вроде нет. Тут, в принципе, все в тропинках, блин. Наверное, летом мы бы вообще заблудились, потому что трава высокая. Мне кажется, это то, что нам нужно. Но это прямо на спуск идет, он вон оттуда. Что-то похожее. Что это такое? Что за день? Давай-давай, негде. Давай. Так. Аааа! Ах ты! Ты что там делаешь? Я знаю, куда надо тренироваться, ездить сюда. А ну-ка, здесь что? Оп! Тут тропинка. Вверх. Значит, можно по ней спуститься. Ух ты! Блин, вот это круто! Вот это да! Вау! Все, я нашел. Ребята! Я нашел себе забаву новую. Объясняю суть, что я понял. Смотри, она идет вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. И она офигенная, когда прям по ней едешь. А, вот, вот так вот. Да! Вот, понял. Она просто офигительная. Поехали. Смотрите. То есть, это тропиночка. Вот такая вот. И тут надо учиться ездить. Просто офигенно. Круто! Вот это да! Офигенно! Некод разложился. Ха-ха! Так, куда она здесь входит? Вверх, что ли? Слушайте, ребят. Это офигенно! Это реально круто! Офигенно! Просто! Вот сюда кататься надо ездить. Все, я понял, куда надо ездить. Жалко, что темнеть начинает, да? Бля, ну мне понравился, честно скажу. Я такого давно искал. Смотрите, ребят, здесь, короче, длинный спуск и короткий подъем. Я вообще в шоке. Спасибо людям, которые это сделали, которые это прокатали. Очень-очень круто! Так, ну, я приготовил фонарик. Не, ну тропинка вообще удивительная, да? Ее бы днем на изучение. Да-да-да, надо учиться! Ах, вылетел! У меня рука слетела! Жесть! Вот, блин! Поехали, поехали! Поехали! Давай-давай-давай! Все! Ну, вообще четко, да? Да, напряжение. Я еще один раз хочу. Уже темнеет, но ощущения просто охренительные, да? Я более-менее отдохнул и один негде внизу мы едем. Ох, я уж подустал. Натериал все равно отличный. Фух! Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, я устал Фух Я умер Такое расчетение, трассы вон оттуда и до туда, блин Ты катаешься, думаешь, ты уже сейчас ездишь А нет, ты чего туда ехал Длинная, да? Она ужасно длинная Ты прям реально долго спускался? Да Когда спускаешься, мне кажется, что так долго Очень все забивается сильно Руки, ноги, тело Сележанка заболела Если почувствовал Я знаю, куда мы поедем с пацанами с канала Которые живут в фадальяде Офигенные ощущения Очень много сил уходят на это Прям реально она очень оказалась широкая Вот по склону она идет очень широко И буквально дорожки Друг от друга где-то в метре Ну вот, ребята, мы поехали домой Полностью удовлетворенные тем, что нашли Такие вот ощущения От этой трассы, ребят Просто великолепные Мы заблудились Я парю, ребят Смотри Короче, ребят, мы заблудились Мы не знаем, куда ехать Я нашел некий Нам туда Прямо Я справа Вообще жесть Ребят, короче, мы Нашли эту трассу Ощущения от нее просто офигительные Сейчас ехать по ночи Очень странно Очень страшно И непривычно, и непонятно Но я хочу сказать, что На этот трейл, мне кажется, мы будем ездить Я от такой штуки Мечтал с момента покупки велосипеда Просто офигенно Смотрите, как Вообще не узнаю Напугали меня Я сейчас мужика напугался Который бежал Такая одинокая, тихая Пустая дорога Напрягает и нагнетает, да? А я это, заговорился, знаешь, в себя ушел Я стрю, две ноги чьи-то И выше, смотри, что-то шевелится Да Охренеть Вот им душевно, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!